Ночью здесь могут длиться 24 часа. Улицы не имеют названий, и некоторые говорят, что здесь больше полярных медведей, чем людей. Кошки запрещены, и если вам удастся сюда добраться, от вас ожидается, что вы будете разуваться при входе в ресторан или музей. Шпицберген – это группа норвежских островов в сердце холодной Арктики, и это одно из ближайших мест к Северному полюсу, где могут жить люди. Посещение требует серьезной предварительной подготовки. Вам понадобится виза, одежда для крайне холодной погоды и опытный местный эксперт, который проведет вас по дикой природе. Почему запрещены кошки? Потому что они считаются инвазивным видом, который может нанести вред дикой природе, особенно птицам, не умеющим защищаться от пушистых хищников. На улицах нет названий, только номера. Так было принято в те времена, когда район был заселен шахтерами, и они хотели все упростить. При входе в общественные места вам могут предложить тапочки, чтобы вы могли снять свою обувь. Это также основано на старой практике, когда местные жители снимали грязную уличную обувь, чтобы не засорять помещение. На этих островах также расположено неприступное всемирное семенохранилище. В строении поддерживают идеальные условия, поскольку оно содержит около миллиона образцов семян растений, на случай, если с нашей планетой что-то случится, и нам нужно будет восстановить природную среду. Хранилище семян было построено глубоко внутри горы на высоте свыше 120 метров над уровнем моря. Оно спроектировано так, чтобы выдерживать очень сильные землетрясения. Внутрь не допускаются посетители, но к воротам водят экскурсии. Как только вы попадете на этот остров в южной части Тихого океана, вы сможете занять участок земли и начать строить дом своей мечты. Остров называется Пиккерн, и по последним данным на нем менее 50 постоянных жителей. Климат здесь тропический круглый год, а пейзажи захватывающие, но добираться сюда – настоящая проблема. Представьте, что вы отправляетесь из Лос-Анджелеса. Сначала вам нужно будет сесть на рейс до Таити, затем пересесть на другой самолет до острова Мангарева, который отправляется только раз в неделю. Вы окажетесь в ближайшем к Пиккерну аэропорту, который все еще находится в 530 километрах. Оставшуюся часть пути придется преодолеть на лодке, и это займет более 30 часов. Хорошо, если вам повезет сразу отправиться в путь, поскольку корабли с грузами отправляются на остров раз в три месяца. Честно говоря, делать на острове особенно нечего. Там живут всего четыре семьи. Есть одно кафе и одна художественная галерея. Возможно, вам удастся забронировать проживание в бывшей тюрьме. Местные жители решили, что им нужна тюрьма в 2004 году, но вскоре она перестала использоваться и теперь служит хостелом. Под зданием Банка Англии находится таинственное золотое хранилище. Настоящая крепость, куда крайне сложно попасть, и у этого есть причина. Говорят, что в нем хранится порядка 400 тысяч золотых слитков на сумму около 250 миллиардов долларов. У этого места многоуровневая защита, сложное техническое наблюдение, тяжелые двери весом больше трех тонн, круглосуточно дежурищие охранники. Для идентификации немногих людей, имеющих право пройти через ворота, используют распознавание голоса. В 19 веке считалось, что Банк Англии с его защитой невозможно ограбить. Однако ходили слухи, что должностные лица банка начали получать анонимные письма с утверждением, что кому-то удалось проникнуть через его стены. Они не придали этому значения, пока не встретились лицом к лицу с непрошенным гостем, работником канализации. Он выскользнул из-под пола хранилища, утверждая, что проник туда, обнаружив старый дренаж во время ремонта. Работник канализации был честным малым и не взял ни пенса. К его удивлению, его не наказали за визит. Легенда гласит, что ему выплатили награду, эквивалентную примерно 100 тысячам долларов за обнаружение уязвимости. Это живописное здание называется Маяк-3 Дрангар и находится в холодной Исландии. Компактное сооружение расположено на самой высокой из трех скалистых вершин в небольшой группе. Волны постоянно обрушиваются на скалы, поэтому сюда невозможно добраться на лодке. Единственный способ попасть к маяку – это вертолет. Маяк не открыт для туристов, но поблизости есть много экскурсий на вертолетах, которые позволяют исследовать окрестности. Строить это прочное здание в 1939 году было чрезвычайно сложно. Строителям приходилось вручную закладывать фундамент и взбираться на соседние скалы, чтобы достичь вершины. Суровая погода с ледяным дождем и сильными ветрами усложняла задачу еще больше. Также представляли опасность скользкие скалы. Соскользнув, строители могли оказаться в холодной воде Северной Атлантики. Бригаде также пришлось использовать альпинистские навыки и ближе к концу процесса строительства создавать человеческую пирамиду. Один человек на коленях, другой сверху и третий на них. Точка Нема переводится как «точка без человека». Это место в океане, которое находится дальше всего от любого участка суши, более чем в 2500 километрах. И оно довольно грустное с точки зрения дикой природы. Эта область в южной части Тихого океана огромна, примерно в 34 раза больше размера Франции. Но морская жизнь не может здесь процветать из-за медленных океанических течений. Они не способны доставить достаточно питательных веществ для выживания крупных существ. Ученые смогли обнаружить лишь бактерии и маленьких крабов в вулканических жерлах на дне океана. Точка Нема была обнаружена в 1992 году и с тех пор практически не изучалась. Ближайшие к ней люди — это не моряки, а астронавты, которые пролетают над ней на Международной космической станции. Поскольку точка Нема в основном безжизненна, астронавты часто используют ее в своих исследовательских проектах. Когда космические аппараты выводят из эксплуатации, их отправляют сюда на покой, чтобы точно не навредить суше. С годами точка Нема стала последним пристанищем для всевозможных космических машин. Их здесь более 250. В 1997 году точка Нема стала источником необычного звука, услышанного морскими учеными, который получил название «Блук». Изначально люди связали странный шум с каким-то неоткрытым и опасным морским существом, но вскоре стало известно, что его произвело подводное сотрясение ледниковых полей. Могут ли люди пройти через точку Нема? Не в ближайшее время. Точное местоположение этой точки рассчитали с использованием программного обеспечения, чтобы решить задачу самого длинного плавания. Целью было узнать место в Мировом океане, где, упав за борт корабля, человек оказался бы наиболее удален от любой суши во всех направлениях. Возможно, никто вообще не проходил через эти координаты. Нет данных о том, чтобы в этом месте проходили коммерческие или туристические суда. Границкая пропасть расположена в Чешской республике. Это самая глубокая затопленная карстовая пещера в мире. Ее глубина превышает 520 метров. Ученые еще не определили, насколько глубоко она простирается внутри Земли. Она не образовалась, как большинство ям, от поверхности Земли вглубь. Эта пропасть сформировалась по направлению вверх, благодаря теплой минерализованной воде, насыщенной углекислым газом. Шипучий раствор поднимался из глубин Земли и вытеснял известняк. В какой-то момент потолок сдался, открыв огромную дыру миру. Не только глубина делает исследование пропасти сложным, но и сама жидкость. Она может вызвать проблемы, так как содержит много углекислого газа, раздражающего открытые части тел дайверов. Уникальный состав этой воды также влияет на тип используемого оборудования. Если выбрать открытую систему дыхания, выдыхаемые пузыри вызовут химическую реакцию. В результате видимость в и без того темном месте ухудшится. Субтитры создавал DimaTorzok